Один знакомый немец мне говорит, вот, я типа встречалась с украинкой, она у меня попросила 500 евро там на что-то, я не помню на что, ей надо было на стоматолога или куда-то, не суть. И вот мы встречались, она у меня попросила, я ей сказала, ты что, не можешь у родителей попросить или ещё кого-то, почему я тебе должен давать эти деньги? И он мне типа жаловался, я такой, вот, она типа вообще ненормально такие деньги просить у меня. Она... Мальчик, зачем ты лезешь к украинке, если у тебя нет возможности финансировать? Вы с ней в релэйшншип, она у тебя попросила помощи, я считаю, что это нормальная вещь, когда твоя девушка у тебя попросила деньги. Ну типа, что в этом такого? И ты такой, ну фу, это ту мать, она такая меркантильная, фу. Зачем вы хотите встречаться с украинками, если, ну мы вот такие вот девочки, нам нужны финансы, нас нужно финансировать, нас нужно инвестировать. А когда вы не готовы это делать, встречайтесь с европейками, платите 50 на 50. И он мне тогда жаловался, и я думаю, ты не того человека выбрала, я тебя вообще не подержу в этом конфликте, в этой ситуэйшене. И я ему сказала, что типа, это нормальная вещь, я говорю, смысл я встречаться с тобой, если она себе найдет парня, который будет ей давать деньги, зачем ей ты бомж? Ну типа, она по факту красивая девочка, он не очень, я говорю, какие она бенефит от тебя получает? Он такой, ну типа, любовь, засунь в жопу свою любовь, ну нам не по 15 лет, нам нужны деньги. Ну наконец-то Германия начала говорить прямо, да? Ой-ой-ой-ой-ой, ребята, всем здорово, Саныч, на связи. Парни, не забывайте про нашу акцию 3 курса по цене одного, берете как взаимодействовать с женщиной без потерь, этот курс на 5 часов в видео формате, и получаете еще 2 на ваш выбор, любых, каких захотите, ссылочка на мой сайт в описании, закликаем нам в комментарии, проходите, там выбираете из списка курсов, нажимаете на каждый курс, смотрите видео по нему, там описание, там и так далее, да? Вот смотрите, ознакомьтесь, выбираете себе 3 штуки, ребята, там есть кнопочка связь со мной, сразу попадаете ко мне в личку, вот пишите, Саныч, вот эти вот 3 курса, вот пожалуйста, и там внизу еще есть кнопочка отзывы почитать, ребята, тоже интересно, кому это нужно. Вот, ссылочки все внизу. Теперь по поводу Манюни, слушайте, ну если честно, мне кажется, она сейчас позорит Украина, как бы, я лично знаю, ребята, абсолютно, я не знаю, как бы, ну, и про фур, так скажем, да, которые там меркантильнейшие, и нормальные чаечки, которые, ну, более-менее адекватные, как бы, и причем это никак вообще не зависит от национальности, там, украинка, русская, там, я не знаю, там, американка, там, чешка, вообще хоть кто, зачем она вот такие делать акценты на нации, если честно, понять могу, вообще не понимаю, зачем, мы, говорят, украинки такие, блин, слушайте, нет, есть и такие, есть такие, что там, ну, слушайте, пальчик в рот положишь, как бы, с ума сойдешь, как бы, по голову откусит нафиг все, как бы, а есть, ребята, в моей, так скажем, практике были те же самые украинки, ребята, вполне себе, очень интересные чаечки, которые ничего абсолютно не требовали, там, в плане обеспечения, ребят, я все-таки исконен думать так, даже не то, чтобы думать, я это знаю, я в этом уверен, что человечность, она никаким образом не зависит от нации, если, допустим, баба меркантильная, как бы, то какая нафиг разница, какая она по национальности, это вообще никакой роли не играет, вообще, ЧСВ от национальности не зависит вообще ни капли, вот, Манюня вот такая, по стечению обстоятельств, она оказалась украинкой, она почему-то думает, что все такие, как бы, слушайте, ребят, важно понимать, что нигде ни такусь не бывает, ни украинок, там, не, там, не знаю, там, чилиек, ни австралиек, там, ни аргентинок, вообще никаких, они все примерно, так скажем, из одного теста, ну, так, если образно выражаться, да, как бы, но, тем не менее, не все вот такие, вот, в той или иной нации, как бы, слушайте, ну, если честно бы, я на месте ее соплеменец бы, чаечек, на нее бы сильно, так скажем, ну, не обиделся, огорчился бы, за то, что она, как бы, знаете, всех вот подставляет под одну гребенку, да, допустим, это то же самое, ну, для понимания, то же самое, допустим, какой-нибудь сейчас МДшник, там, какой-нибудь блогер будет сидеть и говорит, типа, а вот мы всех баб, точнее, мы вот все МДшники, мы мизогины, там, да, допустим, женоненавистники, там, грубо говоря, как бы, да, и все МДшники такие, слушайте, я встретился бы ему леща бы треснул за такой, я вам честно говорю, потому что вот потом приходят адекватные более-менее люди, как бы, послушают этого неумного человека, кстати, такие есть, ребята, между прочим, да, и думают, что все МДшники такие, а МД это совсем про другое, ну, совсем про другое, я вам даже больше сказал бы, что МД женского пола только косвенно касается, да, там, про зрение, про освещение, насчет отношений, ну, потому что, так или иначе, у нас жизнь связана с женщинами, как бы, ну, неразрывно, да, но МД это, прежде всего, мужчина думающий, когда начинает своей башкой шурупить, там, да, и в плане работы, и в плане отношений, в плане, там, социализации, в плане быта, и так далее, становится самодостаточным, самостоятельным, там, да, созидать больше, творить, вот это вот МД, а некоторые сидят, типа, о-о-о, бэ-бэ-бэ, вот это такое, люди заходят, вот это вот МД, ни хрена себе, слушайте, и жалобы клоцают, как бы, ну, я сейчас не беру, конечно, там, фема каких-нибудь, которые, там, в любом случае, жалобы нажмут, как бы, ну, смысл в чем, я не люблю, когда обобщают, хоть нации, хоть какие-то там движения, хоть что, вот, честно, не люблю, ну, такое себе, ну, в общем, в любом случае, ребята, пишите свои комментарии, а мы сейчас посмотрим еще одну чаечку. Советует моего врача-гинеколога, особенно для девочек, которые не могут отказаться от стринг или стрингов, выкинуть навсегда все ежедневки, особенно с одушкой, грязное белье, это нормально, а вот эти ароматизированные наклеечки, которыми вы защищаете одежду от выделений, на самом деле, провоцируют еще больше выделений, и потом вы не можете от них отказаться, не носить белье дома, и особенно это касается стринг или стрингов, не просто так врачи просят отказаться от этой формы белья, потому что из-за них действительно много проблем, хотя бы не носить их дома и во время сна, но из крайности в крайность тоже не нужно, белье под уличную одежду мы все-таки надеваем, отказаться от мыла в уходе, но при необходимости можно использовать мыло для интимной гигиены с кислой средой, вот в таких пределах PH его всегда пишут на упаковке, если вам предстоит долгое время не находиться дома, то возьмите с собой салфетки, но не обычные, а специальные для интимной гигиены, по той же причине, что и мыло, по причине PH, и самое важное, девочке не нужно мыть ничего внутри, только снаружи, внутри оно само все очистится, это гениальный орган, она сильная и независимая, и справится без вашей помощи. Солнце-то мое, ну как же без стрингов-то, ема, пацаны за гаражами не поймут, ты что гонишь, так, кстати, ребята, мне тут тоже, сейчас обсудим это все, надо мою, так скажем, этот, ребята, увлажнить, потому что как бы, ну все-таки она у меня рабочая, рабочий орган, надо, ребята, следить за ней, надо увлажнять вовремя, а то, а то, ну, ассистентка, ребята, загубится, нельзя, вот так вот раз, оп, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, во, ребят, пускай благоухает, положим ее и пускай отдыхает, ребята, да, как бы, она трудится, ребята, каждый день на канале, так что нормально все, да, ха-ха-ха-ха-ха, скажите, Саныч, зачем ты нам это все показал, ребят, хочу сакцентировать ваше внимание всего лишь на одной фразе, говорит, Вагина, говорит, это гениальный Как она сказать, гениальный, что ли, да Или какой-то волшебный, что ли, гениальный орган Ребята, мне иногда пишут, типа, Саныч, ты ролики пошлыми названия называешь Ты, может быть, наговариваешь на чайчик Ребят, когда я слышу Или вообще ты к чайчикам несерьезно относишься Тебе только секс нужен и так далее Ребят, когда мне рассказывают, что вагина это гениальный орган Вы еще хотите от меня какой-то серьезности Ну, в плане, там, называть ролики там и так далее Скажите мне, пожалуйста, как можно назвать ролик, где говорится о вагине как о гениальном органе Это не значит то, что там я вот лекции, которые рассказываю, они несерьезны Нет, ну, допустим, само название там, да Или там шутки мои пошлые, может быть Или там то, что я говорю, что как бы с ними отношения серьезные, ну, это такое себе, да Ребят, чаечка вполне себе серьезно заявляет, что у нее вагина это гениальный орган Гениальный, ребята Мы до этого в предыдущих выпусках выяснили, что у клитора есть ножки, ручки, головка, память, интеллект клиторальный, ребята И тут мы выясним, что он еще и гений современности, ребята И после этого мне еще рассказывают, типа, Саныч, ты несерьезный Ребята, кому акция на курсы интересна, три курса по цене одного, пожалуйста Три штуки за одну цену получайте Проходите на сайт Всем прекрасного дня и отличного настроения Субтитры создавал DimaTorzok